здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи по скайпу александр песке обозреватель по странам европы основатель издательского дома русская швейцария здравствуйте александр добрый день михаил здравствуйте ну поговорим о том что сегодня происходит в европе естественно обращаясь к вам по этой теме первый мой вопрос такой на днях евросоюз утвердил бюджет по помощи в связи с коронавирусом назовем это так и он утвердил его в урезанном виде то есть требовали поначалу верстался этот бюджет на 500 миллиардов при результате согласились на 390 это решение совпало сообщениями о том что пошла вторая волна коронавируса в европе я имею ввиду центральные страны испания германия франция англия и так далее и вот это вот и несоответствие немного всех удивило потому что бюджет верстался же на основе каких-то экспертных заключений предсказаний назовем этого так как поведет себя в ближайшее корона время коронавирус и тут бабах вот эти две новости практически одновременно сокращенный бюджет и вторая волна как вы это объясните так быстро и в двух словах вряд ли объяснить это я думаю на сегодняшний день никто не знает даст до конца как бы этой истории я с вами предварительно не совсем соглашусь на предмет того что все-таки евросоюз все-таки этот пакет помощи размером 390 миллиардов окончательно значит пустил самостоятельную жизнь мы помним да на прошлой неделе главы стран евросоюза собирались на саммите который был запланирован на два дня по моему совещались они четыре дня не спали не ели буду не пили договориться никак не могли и вы понимаете камнем предкровения было принципе не сумма до которую которую в рамках евросоюза должны распределить на помощь экономики для борьбы с последствиями коронавируса а а самим механизмом мы помним что сумма я в прошлом интервью с вашим уважаемым каналом уже обсуждал что госпожа меркель с президентом франции макроном она подняла значит планку с 500 миллиардов до 750 но это было было таким решением в угоду вот этим странам так называемой четверки голландии австрии швеции и дании которые не хотели чтобы из касс евросоюза страны как такие страны как италия и испания то те две страны которые должны были получить большинство средств чтобы они получали их без на безвозвратной основе и без каких-либо закрепленных обещаний и планам по реформам вы понимаете эти страны которые живут довольно таки экономично относительно небольшие страны но со здоровыми бюджетами и со здоровой экономикой они говорят хорошо мы нашим братьям по евросоюзу испанцам и итальянцам дадим миллиарды а что они сделают с этими деньгами иначе чем с теми деньгами которые они получали до этого да и вы знаете это мой тезис я на этом стою камнем преткновения является не сама сумма которую пытаются вот как из лейки значит разлить по слабым как бы членам евросоюза а правило правило голландский премьер господин рютте который раньше в евросоюзе ну воспринимался как такой технократ если я не ошибаюсь он возглавляет голландии правительство меньшинства они очень долго никак не могли сформировать правительство и в принципе для голландии как бы видный политик новый в рамках евросоюза он был долгое время как бы скажем так футболистом не первого состава да вот сейчас он составляет скажем так такой противовес этой мощной мощной двойки госпожи меркли и макрону и говорит постоянно нет нет и еще раз нет то есть вот этому без контрольному бесконтрольной раздачи денег мы хотим положить конец и вы знаете он набирает популярность в евросоюзе и как все больше и больше как бы и людей из консервативных партий множатся голоса о том что рюте это действительно тот человек в евросоюзе который может навести порядок потому что все прекрасно понимают больной европе печатать деньги не обеспечены ничем и тратить их на больных членов евросоюза это бесперспективно скажите пожалуйста после первой волны коронавируса будем называть ее так первая волна я имею ввиду от марта до июня даже скажем так да было много споров о том чья модель поведения государственная была правильная потому что каждая страна что называется на общую на ощупь столкнувшись с этим невиданным змеем пыталась нащупать свой ход свой правильные свои правильные действия в этой ситуации кто-то вводил жесткие карантины кто-то наоборот не вводил их все говорили о шведской модели и спорили правильно она или нет вот такая были споры у нас в израиле они особо ожесточенные сейчас у нас идут массовые демонстрации которые против политики правительства которые демонстранты считают что правительство ошиблась своих шагах не сделала вывода из первой волны и нас накрыла вторая и экономика трещит по шрам и так далее вот связи с этим у меня к вам вопрос в европе как-то обобщается в едином каком-то центре опыт разных стран с попыткой выработать единую модель поведения на будущее или же опять-таки каждая страна действует самостоятельно и так как она считает нужным я буду настаивать на том что по-прежнему вот в это сложное время коронавируса наша европа показала себя все таки не федеральным государством а федераль федера конфедеральным союзом многих государств и поэтому каждое правительство в каждой стране старается находить собственные решения мне кажется до сих пор не всем экспертам понятен весь механизм и природа коронавируса нет на сегодняшний день по-прежнему не прививок не лекарств но есть лекарства которые облегчают как бы процесс прохождения этой болезни да но по-прежнему как бы ни один врач не гарантирует человеку заболевшему коронавирусом выживет он или нет поэтому вы знаете правительство стран они как и все мы они обращаются к специалистам может быть к ведущим специалистам в области вирусологии а специалисты в области вирусологии на сегодняшний день тоже не могут дать прямых прямых и очень ну как бы понятных ответов потому что мне кажется наука на сегодняшний день ну наука в принципе как бы это люди науки они любят разные версии и гипотезы выдвигать и не всегда их до конца доказывать ведь все-таки заключается в то верим мы или не вот вы шведы поверили в свой путь да вот они сделали свой опыт и видите сегодня и сегодняшней перспективы этот опыт кажется ну и не самым таким заманчивым германия прошла первую волну коронавируса довольно таки успешно да ну при том что 83 миллион 83 миллионная страна потеряла мертвыми порядка чуть меньше семи тысяч человек причем мы прекрасно по ним непрекрасно понимаемая допустим это интересный факт 40 процентов из этих людей умерших это были уже пациенты домов престарелых и вот но таких вот пансионов где пожилые люди хосписа где люди уже ну как бы доживают свой век то есть здоровую и здоровую часть населения этот вирус напрямую не затронул и поэтому сейчас ведутся значит дискуссия о том а так вот этот карантин вот этот шат даун вот это сидение по домам на синим ношение масок и перчаток и частая мойка рук она приносит свои она приносит свои значит позитивные моменты в борьбе с коронавирусом но при этом убивает общество и экономику мэр города одного немецкого города борис палмер борис палмер есть такой он член партии зеленых это та партия которая за все хорошее против все плохого но это очень заметный такой молодой мэр города средней величины в германии а вот он и сказал вот представляете да наши пожилые наши пожилые родители лежат значит дом доме престарелых и не дай бог кто-то из них заболел коронавирусом но нас никого не пускают нашему пожилому сородичу не пообщаться не передать ну как бы приветы не даже прийти на похороны он говорит где мы больше люди в том моменте где мы запираемся в комнатках и сидим уже ожидаем перри ну как бы прохождение этой болезни или где мы люди что мы больше как бы все-таки с открытым как бы забрал им стараемся встречаться с этими с этими с этой невзгодой дискуссия ведется сейчас философской плоскости мне кажется в медицинской и в медицинской и вирусологической но в науке нет на сегодняшний день больше ответов чем мы их имели в мае или июне понятно да действительно в принципе каждая страна но в упрощенном виде естественно выбирала свой путь между экономикой и безопасностью граждан пытаясь найти какую-то золотую середину кому-то как германии как бы вы уже сказали удалось лучше кому-то хуже скажите пожалуйста как швейцарии там какой путь избрали ну практически тот же что и в германии все-таки мы страна подавляющем смысле германоязычная мыслим теми же категориями сидели мы все на карантине по домам в общественных местах в принципе в маске но у нас даже вы понимаете было довольно таки определенная значит доля свободы намного больше чем германии если в германии обязывали всех носить маски допустим даже если кто-то заходит булочную то у нас швейцария это было на уровне рекомендаций и вы знаете в принципе то люди подавляющим своем большинстве как бы здравые люди поэтому люди предохранялись и статистика в принципе не хуже немецкой не намного хуже немецкой на тысячу населения и как было с экономика как было с бизнесами закрывали не закрывали люди теряли работу или нет потому что например в израиле безработица перед началом коронавируса было меньше четырех процентов отличный показатель на уровне ведущих европейских стран сегодня больше 20 до да да и швейцария и германия они вливали довольно таки большие деньги в экономике в экономику но при этом понимаете избежали такого пути как это допустим делал господин трамп высылая по 1200 долларов каждое домохозяйство у нас такие у нас такой адресной помощи не было как правило за помощью могли обращаться фирмы которых у которых значит не было значит возможности работать в привычном привычном значит режиме и государство платила сотрудникам зарплаты зарплаты при этом люди оставались дома не выходя на работу ну понимаем мы снимаем как бы нагрузку с фирм по зарплатам да и оставляем людей дома но при этом мы прекрасно понимаем что это были только часть часть экономики я тоже в вашей передаче тоже успел общаться и рассказывал что в самый разгар коронавируса в мае наши строители на дорогах как укладывали асфальт так они укладывали дальше люди которые занимаются озеленением городов озеленяли их дальше что у нас умерло у нас практически умерла туристическая индустрия потому что самолеты как и не летали в принципе с туристами так и не летают на сегодняшний день ресторанный бизнес вся развлекательная культурная культурная значит составляющая это все как бы эти отрасли экономики получили мощнейший удар да сейчас на сегодняшний день швейцарии разрешены мероприятия до тысячи посетителей но при этом понимаете всегда идем этими этим путем проб и ошибок да представляете открыли ночные клубы молодежь туда ринулась что ли делают люди в ночном клубе как правило что-то пьют очень интенсивно танцуют и потеют да и тем самым в принципе разносят этот коронавирус и того значит после одного выходного все эти ночные развлекательные заведения были срочным образом закрыты ну понятно практически тушить тушить очаги тушить очаги пожара большинстве своем немцы и швейцарцы остались остались вот в в отпуске тоже дома я вот все-таки покинул мою родную швейцарию сейчас нахожусь на соседней стране и вы знаете по номерам по номерам автомобилей видно что привычного наплыва немецких датских туристов шведов нет вообще норвежцев практически нет ну то есть туристический бизнес мне кажется на ближайшие годы изменился сильно а что оставит довольно-таки глубокий след опять же негативный след в странах которые традиционно хорошо зарабатывали на туристах севера опять это те же испания это тоже италия франция греция сожалению эти страны понесут массивный ущерб александр спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго и самое главное оставайтесь здоровым спасибо михаил вам того же на связи на этом все напомню что с нами на связи был александр пески до свидания